МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Ольга Пырычкина. И сегодня выпуски. Коси, коса. В Чувашии начался сезон заготовки кормов. Долг 8 миллионов. Работники Суворы 4 месяца не получали зарплату. 82 года на страже порядка, а сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники госавтоинспекции. К 20 октября реконструкция Цивильского моста должна быть завершена. Такой срок указан в контракте. Подрядчик уже приступил к ремонту. Дождались. Так можно описать реакцию автолюбителей и местных жителей. Дорожная техника пришла на Цивильский мост около двух недель назад. Катки, грейдеры, бульдозеры. На участке круглосуточно работает 17 единиц техники и более 40 рабочих. Сейчас подрядчик укладывает основание дорожного полотна. Но это только начало работ. Впереди их немало. Посмотрите. Дорожникам предстоит уложить около 20 сантиметров асфальтобетона, чтобы машины наконец смогли здесь проехать. Общая протяженность будущей дороги 2 километра. Стоимость контракта 282 миллиона рублей. Заказчик Волга-Вяз Купоравтодор. По водоотведению здесь предусматривается устройство двух водопропускных труб. Потом придется устраивать ливневки для отвода воды, канализации и плюс очистные сооружения. Также мы предполагаем здесь, чтобы в целях безопасности, мы предполагаем здесь делать барьерное ограждение на всем этапе дороги. И также здесь будет устройство электросвещения. А еще в этих же целях установят остановочный павильон в районе деревни Три Избы. Завершить реконструкцию должны в октябре. За качеством работ проследит стройконтроль. Будет мониторен ситуация на объекте, будет отбирать керны, будет испытывать на лаборатории и присутствие заказчика. Порядка четырех лет гарантийное обязательство будет нести подрядная организация, которая будет выполнять здесь работой. Гарантийное обязательство несет и первый подрядчик. Волгомост. Напомним, он изначально отвечал за реконструкцию моста, но выполнил лишь часть работ. Если начнутся разрушения полотна, он обязан будет их устранить. Если они будут выполнять, будем разбираться через суд. Но если ситуация будет крайняя, будем искать какие-то резервы. За ходом ремонта проследит и республиканский Минтранс. Такой многосторонний контроль должен помочь, наконец, поставить точку в истории, которая тянется пять лет. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. Сегодня в республике почтили память дважды героя Советского Союза, летчика-космонавта Андриана Николаева. Его полет к звездам прославил Чувашию на весь мир. 3 июля о легендарном земляке вспоминают на его малой родине в селе Шоршелы. К этой дате в мемориальном комплексе начали реализацию новых проектов. Подробности у Дмитрия Ковалева. Совпадение или нет, но каждый год в День памяти Андриана Николаева небо над Шоршелами затянуто тучами и идут дожди. Сердце Чувашского сокола перестало биться 14 лет назад. Тогда, 3 июля, он находился в республике в качестве главного судье всероссийских сельских спортивных игр. Я по прежней работе, ежедневно общался с ним, мы работали в одной команде для того, чтобы эти всероссийские сельские игры прошли на территории нашей Чувашской республики достойно. Он, выполняя разные сложные задачи, справлялся с честью выполнения этих задач. Но мы вместе с вами свято храним память о его легендарных подвигах. Каждый год 3 июля здесь исполняют любимую песню Андриана Николаева. Почтить память третьего космонавта планеты сюда приезжают и его друзья. Леонид Белов знал Андриана Николаева с юных лет. Вместе с будущим покорителем вселенной он окончил и Мариинско-Посадский техникум. В следующем году в республике отметят 90-летие со дня рождения космонавта. К юбилейной дате продолжают благоустраивать музейный комплекс. Недавно за счет бюджета и спонсоров здесь оборудовали новый фонтан. Новый фонтан – логическое продолжение благоустройства мемориального комплекса Андриана Николаева. Его уже украшает аллеи космонавтов и парк, где посажены голубые ели, туи и кедры. Главе региона презентовали передвижную экспозицию музея. В таком мобильном планетарии возможно спроецировать звездную систему. Внутри купола мультимедийный экран. Такому интерактивному куполу ни почем ни дожди, ни аномальные холода. Комплекс передвижной, уроки с 3D-эффектами и стереозбуком планируют показывать даже жителям отдаленных сел. Коммуникация мемориального комплекса дальше должна на колесах двигаться в разные территории. Соответственно и в населенные пункты, городские микрорайоны. Передвижной музей, оснащенный современным телескопом. Наблюдать за звездами несложно. Оптика наводится при помощи джойстиков. С экрана уже, с планшета управлять, находить какую-то звезду. Там уже есть подсказки, это планета, либо звезда, либо туманность. Вы просто нажимаете на этот объект, и он автоматически уже отслеживает его. И компенсируется еще вращение Земли. Глава республики отметил, что благодаря таким инновациям еще больше ребят захотят пойти по стопам Чувашского сокола. По крайней мере, они будут подтягиваться. У нас здесь отряд юных космонавтов, которые достойно представлены не только на территории нашей республики, но и на российском уровне. Это важно. К могиле Андрияна Николаева почетные гости, местные жители и кадеты возложили живые цветы. Медрик Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Не выплачивал зарплату в течение нескольких месяцев 159 сотрудникам, хотя имел возможность. И задолжал им около 8 миллионов рублей. В этом обвиняют гендиректора строительной компании Суор. Однако, пока шло следствие, он признал вину и погасил задолженность. Поскольку обвиняемый не судим, ему инкриминируется в совершении преступления небольшой тяжести, он в полном объеме загладил перед потерпевшими, причиненный им материальный вред по его ходатайству, а также с учетом мнения потерпевших, уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о его прекращении и назначении обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Летняя оздоровительная кампания в самом разгаре, на днях. Завершилась первая смена и началась вторая. О том, как организован отдых детей в лагерях Чувашии. В следующем материале. На территории республики работало 18 лагерей. В первую смену в них отдохнули более 4,5 тысяч ребят. В первую смену 18 организаций, около 11 тысяч мы в этом году планируем оздоровление детей. Мы в этом году основной убор делали на специализированные смены тематические. В первую смену прошли у нас 8 потоков тематических на базе «Звездного-4». Видим на слайде. Также на оставшееся время еще будут организованы у нас 5 смен нашими ребятами. Действительно, это очень интересно. В этом году по всей республике также работают почти 400 организаций дневного пребывания детей. Там свои каникулы проведут 29 тысяч ребят. Один из главных вопросов – безопасность детей. «Мир и безопасность» я же был на первом месте. Поэтому здесь было полное понимание с МВД, МЧС. Очень большую работу провели у нас ребята до начала самой смены. Обследовали Росгвардия. Все места пребывания загородные и школьные тоже полностью проверяли. В Чувашии идет заготовка кормов. Уже убрано около 60 тысяч гектаров, заготовлено более 40 тысяч тонн сена. От этой работы зависит предстоящая зимовка на животноводческих фермах. В одном из сельхозпредприятий Яльчикского района побывала наша съемочная группа. Работа в сельхозпредприятии «Труд» кипит с раннего утра до позднего вечера и не останавливается ни на минуту. Общая площадь многолетних трав здесь более 400 гектаров. Пока погода стоит отменная, механизаторы спешат скосить как можно больше сена и отправить его в ангар. Ведь даже после мелкого дождя траву повторно нужно просушивать, иначе она сопреет. СХПК «Труд» – это хозяйство высокой культуры земледелия. В последние годы средняя урожайность составляет более 30 центнеров с одного гектара. Проводится планомерное обновление посевной почвообрабатывающей уборочной техники. В целом в Яльчикском районе на многолетние травы отведено 10 тысяч гектаров земли. Косовица проведена на площади 95%. И заготовлено 4400 тонн сена, или 42% к плану, и около 14 тысяч тонн сенажа, или 45% к плану. Сенаж является важным и незаменимым компонентом в рационе питания крупного рогатого скота в зимний период. В целом по республике его заготовлено около 80 тысяч тонн. Какие покосы, такие будут и надои. От качества сенажа напрямую зависит и качество получаемого молока. Рифат Фадкулин, Алина Сусмятова, Александр Петров, Республика. Сегодня, 3 июля, профессиональный праздник отмечают сотрудники госавтоинспекции. За порядком на дорогах они следят уже 82 года. 1930-е годы. В Москве случаются первые серьезные по тем временам пробки. И 3 июля 1936 года Совет народных комиссаров утверждает положение о Государственной автомобильной инспекции. Новое отдело НКВД борется с авариями, контролирует подготовку шоферов, привлекает к ответственности нарушителей ПДД. В Чувашии в то время насчитывалось 477 автомобилей. Ни знаков, ни светофоров, ни как таковой проезжей части не существовало. А в штате Чувашской госавтоинспекции было несколько человек. Сейчас количество только личных автомобилей жителей республики измеряется сотнями тысяч. Ваша работа, она очень ответственная. Я искренне признателен вам за то, что на самом деле выбрали свою профессию – это служение Отечеству. Ежедневно вы обеспечите бесперебойное и безопасное движение транспорта. Делайте все возможное для снижения аварийности. Первыми приходите на помощь попавшим в беду на дороге. Впереди новые задачи, отметил министр внутренних дел. В России принята стратегия безопасности дорожного движения, рассчитанная до 2024 года. В память о героически погибшем земляке. Мемориальную доску кавалера Ордена Мужества Игоря Чапунову открыли накануне в Айбеческой школе, где учился офицер. Право открыть доску у него не по рангу. Роман Чапунов – отец старшего лейтенанта, кадрового офицера, погибшего в Чечне. В апреле 2002 года во время разведки в ущелье около Аула и Тумкалин группа наших пограничников обнаружила банду. Игорь Чапунов решил лично разобраться в боевой обстановке. Оставил своих подчиненных, подполз к пещере и бросил гранату. Понял, что его не миновать в гибели и решил отомстить. Бросил мощнейшую гранату и бросил туда в бандит. Бандиты убривались. Разгался мощный-мощный взрыв гранат и снарядов. Началась детонация. И его, сына моего, отбросила, судился, 80 метров вниз. Он полетел, как бабочка. Два дня искали, чтобы найти его тело. Потом разыскали, принесли, пускал и чашь. Вот так он геройский, выполнив свой офицерский долг. После торжественного мероприятия открыли соревнования по мини-футболу. Теперь его планируют проводить ежегодно и собирать команды со всего Ибресинского района на турнир памяти кавалера Ордена Мужества старшего лейтенанта пограничной службы ФСБ России Чепунова Игоря Романовича. В Чувашии прошел региональный этап летнего фестиваля ГТО среди школьников 11-15 лет. 27 июня в поселке Кугеси Чебоксарского района Чувашии состоялся региональный этап летнего фестиваля ГТО среди учащихся. Участниками фестиваля стали около 70 школьников в возрасте от 11 до 15 лет. Все они показали хорошие результаты. Победители и призеры регионального фестиваля ГТО были награждены дипломами и медалями Минспорта Чувашии. Финал летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций будет проходить с 18 октября по 7 ноября в Международном детском центре «Артек». Это все, что успели мы рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова